Добрый суббот, всем вам, дорогие братья и сестры! Хочу выразить благодарность моему Господу за преимущество, привилегию, быть в этом городе вместе с вами целую неделю. Я также хочу выразить благодарность руководителям евразиатского дивизиона, униона, конференций, двух, которые здесь. И каждому, кто обогатил нас своим участием в течение этой недели, помогая или участвуя в проведении этих встреч. Конечно, местному пастору, брату Виталию огромное спасибо, он был большим помощником нам в течение этой недели. Когда я приезжаю в эту часть мира, я чувствую себя как дома. Я вырос в очень маленькой латиноамериканской стране, Уругвай, вам нужно вооружиться лупо для того, чтобы найти на карте эту страну. Но почему-то, по каким-то причинам, очень многие люди именно отсюда, много десятилетий назад эмигрировали именно в эту маленькую страну, Уругвай. У меня очень много друзей, даже родственников, которые когда-то переехали жить в Латинскую Америку отсюда. Поэтому я с детства ел русскую пищу, и хочу вам сказать, очень вкусная еда у вас. Но, конечно, здесь у вас оригинальный борщ, и никто не сравнится в его приготовлении с вами. Божья семья – это самое удивительное явление на планете Земля. Потому что главное не то, откуда мы и где родились, но кому мы принадлежим. Если мы принадлежим Иисусу, тогда мы братья и сестры. А однажды в Неме мы будем говорить на одном языке. Возможно, на русском, я не знаю. Но Господь знает. Хочу выразить благодарность телекомпании и сотрудникам 3ABN, трём ангелам, да, трёх ангелов, и тем, кто сейчас присоединился и смотрит это собрание через сеть интернет. И нам нужно поддерживать это служение, потому что благодаря им достигаются Евангелия больше людей, нежели все пасторы вместе взятые могут это сделать. Если бы глаза наши духовные открылись, мы бы увидели множество Божьих ангелов здесь, присутствующих с нами. Их присутствие реально. Однажды мы увидимся с ними лицом к лицу. Вот этот дом, это помещение, это место молитвы. Когда вы вошли сегодня в это помещение, вы получили карточки, и в заключении мы хотим провести некоторые действия, хотим, чтобы вы могли поработать с этими карточками. И в заключении я ещё раз хочу помолиться о тех, кто был крещён, о тех, кто откликнулся на призыв, который был сделан пастором Виктором Александровичем. Я хочу также помолиться о наших друзьях, которые впервые пришли или во второй, или третий раз сегодня с этим народом. Да, сегодня вы могли бы быть где-то, общаясь с кем-то, или оставаясь в кругу своей семьи, но вы избрали в этот час быть в этом помещении. Пожалуйста, не уйдите отсюда без Божьего благословения. Это дом молитвы, и мы хотим молиться о вас. О нуждах вас, о ваших, о вызовах, с которыми вы встречаетесь в этой жизни, о вашем здоровье, о том, о чём вы только Богу говорите, который знает наши переживания, и от Его имени мы хотим опять молиться о вас сегодня. Приглашаю вас открыть Божье Слово. На любом носителе, пожалуйста, откройте Божье Слово и обратите внимание на следующие тексты. Сегодня, находясь в эпицентре событий этого мира, а вы знаете, какого характера сообщения приходят каждую минуту. Мир находится, мир пребывает в страхе. И находясь в эпицентре этих страхов, этих грозных событий, мы находим покой Божьим Слово. Евангелие святого апостола Иоанна, 14 глава, с первого по третий тексты. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Я приду опять, говорит Иисус. Я приду для того, чтобы решить проблемы этой земли. Очень скоро мы никогда больше не услышим о коронавирусе. Скорее не будет на этой земле ни болезней, ни переживаний, ни госпиталей, ни кладбищ. Я приду опять. И тогда исчезнуты морщины на вашем лице. Некоторые говорят мне, не произноси это слово морщины, просто говори линии мудрости. Но сколько бы крема, лосьона вы не наносили на лицо или на руки, никуда не исчезнут эти линии мудрости. Я какое-то время назад посмотрел на себя в зеркало и испугался. Мне показалось, что я на дедушку своего смотрю. Придет время, когда Иисус наш грядет, и тогда исчезнут в небытие самые великие проблемы этой жизни. Да не смущается сердце ваше. Пусть не будет страха в вашем сердце, говорит Иисус. Я приду опять. Точно так же, как мы веруем, что Иисус вознесся в небо, так же верно, что Он придет опять во второй раз, потому что Иисус всегда говорит правду. Первый раз Иисус пришел в этот мир, чтобы научить нас пути жизни вечной. И как себя приготовить, чтобы пребывать с Ним во время этой вечности. Иисус видел, что мы осуждены, пребываем в грехе, и в этом человеческая проблема. И для того, чтобы дать нам еще один шанс, еще одну возможность, Он предложил свою жизнь вместо жизни, греха и смерти, которой мы владеем с вами. Да, там, в Едеме, мы имели такую возможность жить вечно, но утеряли ее. Дьявол, став иным существом на земле, передал нам неверную, ложную информацию о Боге жизни. И продолжает это делать сегодня, для того, чтобы отвлечь наше внимание от Божьего Слова и отвлечь нас от жизни с Богом. А вот почему верность наша должна основываться не на том, что мы видим, слышим, к чему прикасаемся, но на Божьем Слове, этом надежном основании веры. И слушая голос дьявола, мы потеряли все. Мы потеряли наш дом, мы потеряли радость, мы потеряли наш небесный дом, мы все потеряли. И для меня самым сильным убеждением в том, что человек не продолжает жить после смерти, является факт того, что там, в Едеме, мы потеряли бессмертие. Иисус, когда Иисус придет во второй раз, Он обратно вернет спасенным бессмертие. Да, дорогие друзья, это верно, что, слушая чуждый голос, мы утеряли все. Но так же верно, что, слушая голос Иисуса, мы можем вернуть потерянные сполна. Мы были рабами греха и смерти, а Иисус пришел для того, чтобы открыть еще один шанс для нас стать Его детьми опять. Совершенно бесплатно, только благодаря тому, что было сделано им на кресте, Он открыл перед нами возможность прийти, воспользоваться Его благодатью и жизнью. Он предлагает нам дар вечной жизни. Он также дал или оставил здесь на земле руководство, которое подсказывает, как мы можем наслаждаться этим даром от Бога. И это самый совершенный дар от Бога, вот это руководство, потому что Сам Творец нас сотворивший дал нам Его. И это руководство настолько совершенное, что мы можем найти правила жизни для повседневного нашего труда, для духовной жизни и даже надежды нашей. Чтобы мы не только наслаждались жизнью на земле, но готовили себя для жизни с Богом вечно. Эта книга, эта книга, рекомендую вам эту книгу. Находите время, чтобы читать ее. Соединяйте себя ежедневно, благодаря этой вести с Богом. Но перед тем, как прийти в этот мир в реальности, Иисус говорит, «Я оставляю вам некоторые сигналы, знаки, чтобы вы видели, когда мое пришествие уже близко». 24 глава Евангелия от Матфея, 21 глава Евангелия от Луки показывает, каким будет состояние мира и даже состояние нашего сердца перед пришествием Иисуса. И удивительно, что эти дни уже наступили сегодня. Иисус очень последовательно представил все эти знамени на земле для того, чтобы мы с вами могли быть готовы к моменту Его возвращения в этот мир. Точно так же, как Иисус последовательно убеждал учеников наблюдать за знаками разрушения Иерусалима для того, чтобы избежать мучительной смерти. Точно так же, как Иисус наставлял Ноя, что Он должен сделать перед потопом. Точно так же Иисус оставляет эти знаки для нас через Библию и пророка Церкви для того, чтобы мы не могли быть, не были захвачены врасплох событий. Да, нам нужно осознавать реальность краткости и конечности земной жизни и что это жизнь по сравнению с вечностью, которую Бог предлагает нам. Моему отцу сегодня 103 года он не использует очки, он в хорошем здравии, у него здравое чувство юмора. Я смотрю на него и думаю, неужели он будет жить так же долго, как Мафусал жил на земле. И даже ученые смотрят с интересом на него, думая, как же долго он проживет на земле. Но подумайте на мгновение, что такое 103 года, 200 лет, 500 лет по сравнению с вечностью. Дорогие братья, сестры, дорогие друзья, когда я смотрю на присутствующих в зале, у меня закрадывается такая мысль, что большая часть из присутствующих уже сожгла из своего запаса бензина две трети, а по крайней мере половину. Каждый день уже на счету. И Бог сегодня предоставляет нам возможность принять правильное решение. Вот почему сегодня в завершении я опять хочу молиться о моих друзьях, о знакомых в церкви, о братьях и сестрах. Я хочу, чтобы вы могли сказать Иисусу, Господи, хочу Тебе принадлежать и за Твою руку держаться в этой жизни. В Священном Писании очень часто Иисус приглашает человека подумать о главном, записано ли Твое имя в книге жизни. И в очень многих местах Священного Писания, во многих историях, Иисус вновь и вновь подчеркивает важность того факта, что наше имя записано в книге жизни у Агнца. Ученики были счастливы от того, что им подчиняются злые духи, что они исцеляют людей, что они творят иные чудеса. Им казалось, что это и главное, к чему они приглашены. А Иисус говорит им, не об этом вам не надлежит радоваться. Радуйтесь, торжествуйте от того, что имена ваши записаны в книге жизни. Нам нужно находить возможность говорить о том, что Иисус сделал для меня, исповедуя Его перед этим миром. А вы должны принородно говорить о том, что Иисус для вас лично сотворил на земле. А что же сделал Иисус для того, чтобы нас спасти? Он умер на кресте, Он был погребен в могиле, и на третий день Воскреск жизни опять. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, какая в христианстве церемония полностью отражает этих три действия, смерть, погребение и воскресение Иисуса? Какая? Крещение. И мы видели сегодня на экране, как это проходит. Наши дорогие братья и сестры исповедали веру в Иисуса принародно. И подобное произошло во время крещения Иисуса, когда Он выходил из воды, Он услышал голос, «Вот мой возлюбленный Сын!» Поэтому, наши дорогие братья и сестры, только что присоединившиеся к церкви, будьте уверены всегда те же слова Бог говорит и о вас. Вы становитесь, вы стали гражданами Божьего Церкви. Я думаю, что Иисус смотрит в книге жизни и говорит своим пасторам, проповедникам, дочерям и сыновьям, идите в Нижний. Многие из этого города еще не записаны в Моей книге. То, что сделал Иисус для нашего спасения, имеет полную завершенность. Мы, как люди, ничего к этому не можем добавить. Но мы можем ответить с любовью на то, что Он сделал для нас. That's why I always tell to the people on the world that there are three steps guaranteed by God to live forever. Вот почему, путешествуя по миру, я говорю, вам нужно всего лишь сделать три шага, и именно они гарантируют вам небо. Первое, веровать, что Иисус – Спаситель. Верить, что мы грешники, а Он – Святой. Верить, что Он прощает наш грех и возносит нас на уровне святости и правительства. Позвольте спросить, верите ли вы, что Иисус – ваш Спаситель? Поднимите, пожалуйста, руку. Спасибо. А после этого Иисус говорит, а теперь покажите в жизни, что вы любите Меня. И это ведет нас ко второму шагу, о котором мы читаем в Библии. Каким образом мы показываем, что любим Бога? Повинуясь Ему. И Иисус говорит, если вы любите Меня, соблюдите Мои запады. Многие люди сегодня claim to love Jesus, но не too many are willing to obey the Ten Commandments. Очень многие люди делают все для того, чтобы возлюбить Господа сердцем своим, но многие из Ним не желают повиноваться Богу в жизни. Дело в том, что когда мы не повинуемся Божьему закону, мы все еще находимся на территории врага, где нарушение закона нормальное явление. И тогда мы осуждены. That's why Jesus established adjustment and when every case will be before all the records, he will declare safe or lost. И это одна из причин необходимости Божьего суда, ибо там, на этом суде, должно быть провозглашено или мы оправданы, или мы осуждены. And when we accept him as a personal Savior, we accept him as our lawyer in this judgment. И когда мы принимаем его как нашего Спасителя, Господа, мы в его лице заручаемся ходатайством и защитой на этом небесном суде. And now he has the right to defend your case. The devil will accuse you, but Jesus says, I doubt for that person. That person can confess me, so I defend his case. И это делает возможным для вас защищаться против обвинений дьявола. Он осуждает нас, а Иисус говорит, он открыл свое сердце и открыл для меня возможность стать его защитником. Да, закон Господа это не просто выбор или возможность, это самые величайшие требования во Вселенной. дьяволы. И, unfortunately, many churches today are teaching the people to disobey the love of God. К сожалению, мы видим и в христианском обществе многие учат, что нет необходимости повиноваться Божьему закону сегодня. Because the devil knows that they will be condemned in the judgment that they are lost. Дьявол знает, что таким образом люди, которые нарушают Божий закон, будут осуждены во время суда и они будут навеки потеряны. Да, мы хотим сказать, что закон не спасает нас. И Иисус спасает человека. Но закон для нас является оградой, защищающей от падения и смерти. Can you imagine what would happen today in Nisni, what would happen today in Moscow, what would happen today in London, New York, and any place around the world, if everybody keep the commandments? Представить, что бы происходило в любом городе этого мира, включая и города этой страны, что бы происходило, если бы каждый житель соблюдал закон десяти заповедей? Nobody is stealing, nobody lying, nobody coveting, everybody going to the same day to the church, никто бы не обманывал, никто бы не воровал, никто бы не отнимал чужое, все приходили бы на поклонение в один и тот же день. It would be a real paradise. It would be a real paradise. It would be a real paradise. And the devil would be out of business. И у дьявола не было бы чем заниматься. He's in the business to keep us breaking the law all the time. Потому что сегодня он занят тем, что побуждает людей нарушать закон Господа. That's why at the end John was presented, he was looking for God's people just before the second coming. And he was telling there, 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 there are, there are no majority, but there are, there are my people. They have the faith of Jesus. They believe in Jesus. And they obey Jesus. They keep the commandments. And the next, what we see in the next verse is Jesus appearing in heaven and then they lift off going to the home far beyond the sun. And the next verse is the first thing in Jesus and 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 the first thing in Jesus is inviting all the people of the world to be ready, be ready, be ready, I want to have with me for eternity. Сегодня Господь Иисус говорит каждому из нас будь готов, будь готов к моему пришествию. I pay a high price for you. Я заплатил высокую цену за каждого. И каждый из вас в отдельности ценен для меня. Я готов рядом с тобой быть до конца. Я хочу, чтобы ты не только веровал в то, что я сделал для тебя, чтобы не только ты любил меня сердцем своим, но чтобы ты принадлежал мне вполне. Я хочу, чтобы имя твое было записано в моей книге жизни, потому что хочу жить с тобой вечно. Обратите внимание на слайды сейчас. В течение этой недели в шести разных местах этого города вы изучали Библию. Очень многие открыли для себя тайны Божьего слова и приняли правильные решения. И приняли правильные решения. Но это не все. На этом не завершается ваше обучение или ваш христианский путь. Будет продолжение. Пастор будет продолжать по крайней мере два раза в неделю встречаться со всеми желающими глубже узнать тайны Библии. Я хочу побуждать вас сейчас, вдохновить вас, чтобы вы могли стать частью этой группы, изучающей Библию. И когда Иисус придет, вы будете готовы встретить Его. Итак, вот эти наши встречи на этой неделе и наше собрание сейчас не завершение, а только начало. Начало нового опыта жизни с Иисусом, который никогда не завершится, потому что наша судьба вечная жизнь с Богом. Вы видите, что Иисус в руке Своей держит наш мир Вселенную. И добрая весь этой книги, обращенная к каждому всего в одном предложении, у тебя все получится и будущее твое прекрасно. Да, в этой книге есть весь надежды, когда Иисус придет, разрешатся все проблемы человечества. Не позволяйте у дьявола отнять, украсть то, что подарено вам Богом. Уже достаточно того, что Он отнял от нас. Он отнимает наше здоровье, наших близких, родных, друзей. Он отнимает у нас надежду вечности. Но если сегодня дар Божий в ваших руках, не позвольте дьяволу отнять его у вас. Да, в прошлом не однажды Бог обращался к Своему народу и говорил, через благословение субботы, сохраняя ее, держась этой заповеди, вы сможете видеть полноту благословений Божьих даров на земле. Да, я расскажу сейчас историю завершения, которую, возможно, я говорил некоторым из вас в течение среди недели. О завершении я хочу помолиться о вновь крещенных сегодня, о молодых людях и о всех, кто вышел вперед на призыв. Хочу молиться о вас, Божьей Церкви. И особенно о тех, кто переживает нелегкое время, а чей жизненный путь усеян терниями, и только Бог знает горечь, которая в вашем сердце. это дом молитвы. И мы будем молиться Богу Всемогущему, Который содержит Вселенную в руке Своей. Карточки, которые вы получили при входе, которые сейчас у вас есть, это не просто кусочек бумаги. Пожалуйста, наоборот, напишите вашу молитвенную просьбу, и пасторы будут молиться о них. Напишите ваше имя, напишите ваш возраст. Мы хотим знать, молимся ли мы о молодом человеке или о человеке в возрасте. Пастор будет держать конфиденциально эту информацию, но будет молиться о вас. Но, как вы видите, все четыре окошка или четыре квадратика на этой карточке. Давайте сделаем что-то, что вы и Господь сегодня, потому что мы хотим молиться специально для тех, кто сегодня сказал, Иисус, я верю в вас. Давайте, работая с этой карточкой, сделаем то, что останется между вами и Богом вашим. Если вы верите, что Иисус – ваш Спаситель. И сказать, Иисус, спасибо, что я любил меня, спасибо, что я死 за меня, спасибо. Я хочу выразить в моем сердце, что я действительно благодарен. А если вы хотите выразить благодарность своего сердца, если вы хотите сказать о своей вере и любви к Спасителю, в первом окошечке нарисуйте крест. Мы будем молиться, чтобы Господь укрепил вашу веру. Но если вы хотите сказать не только верую, но и любить себя всем сердцем, Господи, если это так, тогда нарисуйте сердце во втором окошечке, мы будем молиться, чтобы ваша любовь окрепла. Но если вы хотите сказать, Иисус, я не только верую, не только люблю, я хочу принадлежать себе, я хочу планировать свою будущую жизнь, изучая или научаясь у ног твоих, я хочу креститься. Если вы не были еще крещены полным погружением в воду, я хочу пригласить вас подумать над этим серьезно и заполнить третье окошко. Напишите просто буковку К. это не контракт, это не то, что вы подписываете, теперь это ваше обязательство на всю жизнь, вы выражаете таким образом ваше желание, которое в вашем сердце, и мы хотим молиться, чтобы это желание окрепло в вашем сердце. И последнее окошечко, если вы хотите записаться на курсы по изучению Библии, которые будут преподаваться пасторами, пожалуйста, можете галочкой отметить четвертое окошечко. И, пожалуйста, приходите на эти встречи, вы сможете услышать весть от Бога к вашему сердцу. И когда вы будете выходить, передайте заполненные карточки пасторам церкви. Я хочу завершить сейчас мое выступление перед вами историей. Господь настолько могуществен, что даже самые худшие события в жизни может повернуть благословение нам. даже проклятие он может повернуть благословение. И иногда ему нужно разрушить наши личные планы для того, чтобы его планы могли притвориться в нашей жизни. Потому что очень часто мы принимаем планы или решение, не советуясь с Богом, а Бог говорит, а у меня есть лучшие предложения для тебя. Мне казалось, что лучшие планы для моей жизни, когда мне было 17-18, это стать профессиональным футболистом. Я начал играть, потому что первый подарок, который дарится вновь рожденному мальчику, это футбольный мяч в Рогуае. Даже до того, как мы, мальчики, в этой стране учимся ходить, мы уже знаем, как играть в футбол. Я всегда играл в футбол, сколько помню себя. Затем я начал обучаться в семинарии, изучать богословие, и всегда у меня был конфликт, что же мне избрать, футбол или богословие. Да, всегда вот такая борьба была в моем сердце. И Господь помог мне решить этот конфликт. Оставалось всего полгода до выпуска, получения диплома на богословском факультете, я принял решение оставить богословие. Я играл уже в очень высоком, первом дивизионе в моей стране. Я получал очень большие деньги за игру в футбол. Но когда я развивал, и мне казалось, вот оно, исполнение моих планов, Бог сказал, остановись, у меня есть другой план для тебя. Я повредил ногу, прошла не очень удачная операция, нерв ноги был поврежден, и моя нога парализовалась правой от коленки вниз, и больше я никогда не мог играть в футбол. Мои планы разрушились, и я был просто разгневан на все и всех в этом мире. Даже я был рассержен на Бога. И я начал задавать Богу неправильные вопросы, которые и мы с вами часто задаем. Почему? Почему? И еще раз, почему? Почему? Почему я, Господи, в этой ситуации? Вы знаете, после года прошло, я не задаю эту вопрос ниже. Оно прошло время, и я больше не задаю этот вопрос. Наоборот, я спрашиваю, для чего, Господи, со мной это произошло? Потому что для любящих Бога все содействует ко благу. и у Иисуса есть способность даже проклятие, проблема, несчастье повернуть благословение для человека. Если вы не имеете силы поверить в это, посмотрите на пустую гробницу. Если у Иисуса было решение проблемы смерти, поверьте, у Него есть решение проблем живых людей. это произошло несколько лет тому назад. Около полутора тысяч человек состояла церковь, которая была дана новому пастору, как его церковь. И он сказал, я по природе евангелист, мы с вами со следующей недели начинаем евангельскую программу в нашей общине. Люди спрашивали, неужели так быстро? Он говорит, да, следующую субботу. мы начинаем со следующей субботы, затем два раза среди недели, потом три раза среди недели, а потом будем завершать четыре раза в течение недели, встречаясь с новыми людьми. А члены церкви спросили, сколько по времени будет наша программа? Он ответил, три месяца подряд. Три месяца подряд Ивангелия Евангельская программа. Никогда так долго мы не проводили Евангельские программы. Да, вы как-то втянетесь, говорит пастор, это нормально. Это пастор, который приехал с другой страны, поэтому, для того, чтобы осмотреться, купил старенькую машину, для того, чтобы на ней ездить. И в первую неделю программу он поехал навещать друзей, членов церкви в отдаленный район города. Но когда он вышел, после посещения из дома на улицу, он обнаружил, что машины нет у дома. Машина была украдена. И он сказал, И он говорит, Господи, теперь, когда мне больше всего нужна машина, у меня ее нет. И он спрашивал тоже, почему, Господи, почему? Но обратите внимание, каким образом Господь буквально преподносит нам сюрприз в такой ситуации. Прошли недели, очень многие были заинтересованы Евангелием, приняли решение креститься. В завершении трех месяцев более 90 человек приняли решение войти в воды крещения. крещение должно было пройти в субботу после обеда, а в пятницу вечером пастор пригласил всех, кто будет креститься, остаться, для того, чтобы побеседовать с ними, рассказать, как это пройдет, и помолиться с ними. когда закончилась эта встреча в пятницу вечером, молодой человек сказал, пастор, хочу поговорить с вами. И это разговор один на один. Пастор, у меня всего 24 часа, я хочу, чтобы Бог мне ответил, пожалуйста, помолись о моей проблеме. Я живу в мире грандов, в преступлении, делаю все подобные плохие вещи. До того, как прийти на эти встречи, я был членом очень плохой компании, мы делали плохие, дела и даже преступления совершали. Иисус изменил Духом Святым мою жизнь и завтра я буду креститься. Пастор, я новый человек. Хорошо, о чем пастор говорит, мы будем молиться с тобой. Я должен открыть тебе сердце и признаться. Около трех месяцев назад я украл машину. И вот о чем я хочу просить. Попроси, пожалуйста, молитве Бога, чтобы произошло чудо. Я за этих 24 часа должен найти хозяина машины и вернуть ему его машину. И, конечно, пастор тут же вспомнил, что три месяца назад он потерял машину. Кто-то украл ее. И перед тем, как мы будем молиться, позволь спросить себя. И начал задавать некоторые наводящие вопросы. Итак, ты украл машину. я изменился, я больше не буду это делать. Когда это произошло? Три месяца назад. Пастор сглотнул. Когда это произошло? Это около трех после обеда. Да, много случайностей. А расскажи, какая это была машина? Да, это была старая машина, большая, правда, машина, такого бордового цвета. И вот здесь уже сердце пастора начало биться немножечко сильнее. И пастор подумал, может быть, это вот мой шанс теперь. И он ничего, не говорил этому молодому человеку пока что. Более того, говорит пастор, все три месяца я на этой вороной машине приезжаю на эти собрания. Он спросил пастор, а машина сегодня здесь? Да, вот здесь на парковке машина. Хорошо, пастор говорит, идем вначале посмотрим машину, а потом будем молиться. А где машина? Ну вот, под фонарным столбом. А они посмотрели, да, машина там находилась. И пастор начал разочаровываться совершенно. нет, говорит он, это не моя машина. большая машина, а многие машины похожи друг на друга, но она была теперь шелтого цвета, совершенно новые колеса, хромированные диски, тонированные стекла, бампер спереди и сзади, также и сверху тюнинг был наведен. Пастору показалось, что это новая машина перед ним. А молодой человек говорил, ну пастор, ну пришло время, помолись обо мне. Хорошо, еще одно действие перед тем, как я помолюсь с тобой, говорит пастор. Он опустил руку в карман и достал ключ, это все, что у него осталось от его прежней машины. Он подошел к двери и открыл своим ключом дверь машины. И глаза этого молодого человека расширились, становясь больше и больше. И пастор говорит молодому человеку, теперь нет необходимости молиться, Бог уже ответил на твою просьбу. И между прочим, вся эта история была рассказана этим молодым человеком из бассейна. Он был последним в тот день, когда крестился, и каждому было интересно узнать историю его жизни. не обращения. Когда молодой человек закончил рассказывать, пастор говорит, а вот теперь хочу рассказать свою версию этой истории. Пастор говорит, я приехал в эту страну, все деньги, которые у меня были для машины были вложены именно в эту старую машину. И кажется, Бог знал, что этой машине нужно все заменить и покрасить ее. Все новое нужно теперь этой машине сделать. И через три месяца Господь мне дал не только новую машину, но и душу для Царства Божьего. Он произнес благословение и крестил этого молодого человека. Почему я делюсь с вами этой историей, братья и сестры? Возможно, кто-то из вас сегодня проходит через такие же трудности, как этот человек. Вот почему я хочу о вас помолиться. Не уходите из этого помещения без Божьего благословения. Для Бога нет ничего невозможно. Я хочу завершить мое выступление тремя вопросами, которые я всегда задаю на любом собрании. Если вы принимаете верой, то есть соглашаетесь с тем, о чем я вас спрашиваю, я приглашаю вас подниматься. Готовы к этим вопросам? Я вижу, что вы уже кое-кто начал уже не поднимайтесь. не вставайте на ноги до того, как я задам вопрос, потому что если кто-то встанет, я приглашу его вперед, чтобы исполнить соло перед церковью. Нет, я этого не сделаю. Нет, Итак, мой вопрос первый, братья и сестры. У каждого из нас свои вывозы и проблемы жизни. и вот мой вопрос. Достаточно ли вы доверяете Иисусу, чтобы в Его руки отдать все ваши проблемы? Те, кто соглашается с этим, теперь могут встать на ноги. Пусть благословит вас, пусть Бог вас благословит в этом решении. Став на ноги, вы говорите, доверяю тебе, Господи, настолько, что верю, мои проблемы будут решены тобой. Но может быть у кого-то из присутствующих не просто обычные проблемы жизни, может быть кого-то уже этим вихрем занесло в эпицентр человеческой проблемы. И вот вы нуждаетесь в особой молитве. я хочу прежде всего, чтобы вперед прошли мои дорогие друзья, новые для церкви и Бога братья и сестры. Пожалуйста, пройдите вперед. Вновь крещенные, пожалуйста, пройдите. А к ним также приглашаю присоединиться всех, кто вышел на призыв, который делал Виктор Александрович. Пожалуйста, вы можете пройти и вы можете на меня смотреть. Можете на меня смотреть. Всех, кто был крещен, Мы также приглашаем всех, кто вышел на приглашение, кто вышел на призыв. Я хочу, чтобы вы стояли здесь и на меня смотрели. Смотрите к сцене, смотрите к микрофону. Классер, 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 классер. Пожалуйста, молодые люди, кто сегодня вышел на приглашение, пройдите вперед. Я теперь обращаюсь к тем, кто переживает чрезвычайную ситуацию в своей жизни, находится в эпицентре жизненной проблемы. Я приглашаю вас пройти вперед, чтобы я мог помолиться помолиться о вас. И, может быть, вы прямо сейчас говорите, почему, Господи, почему со мной? Помните, мы находимся в доме молитвы, и мы хотим помолиться о вас. Подойдите ближе. Мы хотим, чтобы люди, которые хотят открыть свою проблему Богу, могли иметь достаточно места для этого. Око Господне сейчас обращено на нас. Если вы спросите Иисуса, Господи, как ты себя чувствуешь? Он ответит, знаешь, что я тебе скажу? Я сладкий. Есть миллионы сегодня страдающие и неизвестные из-за этого вируса. Многие люди умерли в хоспитале. Я сладкий. Я опечален. Я глубоко опечален, потому что миллионы людей находятся в печали. Миллионы людей переживают боль тела. Сотни тысяч и даже миллионы людей в течение года расстаются с жизнью на земле. Миллионы людей находятся с жизнью на земле. Знаете ли вы, братья и сестры, что прежде того, как садится солнышко вечером, говорит Иисус? Я прихожу на эту землю и посещаю 150 тысяч похоронных церемоний. Я опечален. Да, я опечален и глубоко опечален. Но когда Господь смотрит на это помещение, на его лице появляется улыбка, потому что он видит молодых людей, которые принимают в жизни правильные решения. Позвольте сказать, он улыбается вам сейчас, потому что вы приходите получить благословение от него. И точно так же, как справедливо, что для вас есть место в этой церкви, и в духовной семье Божьей, так есть место и в Царстве Божьем. Иисус говорит, приготовься, я скоро приду за тобой. Я хочу, чтобы в Моей книге твое имя было записано. Итак, дорогие друзья, вы находитесь за оградой Божьей, вы в безопасном месте. И так я хочу молиться о тех, кто все еще борется отдать себя в руки Иисуса или нет. Не бойтесь, не бойтесь сделать то, к чему призывает вас Господь. Бойтесь не сделать того, что желает от вас видеть Господь. записывайтесь на курсы изучения Библии, учитесь у ног Иисуса и готовьтесь для жизни в мире. Сегодня, а также в будущем, вы сможете открыто, принародно исповедовать Иисуса Господом. И Он обещает быть с нами до конца мира. А когда этот мир придет к своему завершению, я с вами буду всю вечность рядом. Такова ваша судьба и моя тоже. Итак, теперь буду молиться о ваших нуждах. Я буду молиться о тех, кто крестился сегодня. креститься сегодня, но из-за здоровья не смог этого сделать. Я также хочу молиться о зрителях канала Триангела. и к вам обращаюсь, записывайтесь на курсы изучения Библии. Придет время, произойдет последнее крещение на земле. Последний раз будут открыты двери молитвенных домов. Иисус скажет, время принятия решений закончилось. Он выйдет из святилища небесного и придет как царь царей на землю за своим народом. И небо будет оставлено миллиардами ангелов, которые придут вместе с Ним, чтобы нас с вами взять домой. Не разочаровывайтесь в ваших проблемах. Иисус на вашей стороне. А для Него нет ничего невозможного. Итак, время молитвы. А после этого будет продолжение нашего пения, завершения. Ну, а сейчас давайте будем молиться. Небесный Отец, спасибо за Иисуса. Он надал свою жизнь за нас, чтобы мы могли иметь вечную Ты дал нам время, жизни, дни, месяцы, годы, чтобы мы приняли правильное решение. Спасибо за тех, кто откликнулся на Твое приглашение и были крещены сегодня. Спасибо за тех, кто откликнулся на призыв, который был сделан пастором Виктором Казаковым. Спасибо Господи за тех, кто верой пришел сюда, чтобы получить благословение Твое. Я, Господи, пригласил их пройти вперед, чтобы Ты мог их благословить. Более чем Твое благословение, подари им свое объятие. Господи, ответь на мольбы каждого сердца, может быть, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то нет денег, у кого-то проблемы на учебе, на работе. Спасибо, Господи, за то, что Ты ответил уже на их просьбу, даже до того, как мы начали молиться. И мою сестру здесь благослови. Всех моих сестер и братьев, которые стоят впереди. Господи, обними своими руками каждого из них. я не могу прикоснуться к каждому человеку, но Ты, Господи, можешь обнять каждого. Спасибо за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы. потому что мы хотим уйти отсюда с миром и радостью в сердце. Господи, Ты пригласил меня приехать сюда для того, чтобы их дрожащие руки вложить в Твою могущественную руку. Если Вы хотите сказать Иисус, возьми теперь мою руку, поднимите тогда Вашу руку к небу, и это будет знаком того, что Вы хотите, чтобы Иисус держал Вас за руку. Нет никакой заслуги в том, что мы поднимаем руки к небу. Но мы это делаем в знак того, что доверяем могучей руке Иисуса. Господи, посмотри на наши руки и посмотри на сердца наших. Принимаем Тебя Спасителем Своим. Спаси нас, Господи, и во дворе нас в небесные дворы Твои. И когда мы опускаем Свою руку, пусть мир небесный войдет в каждое сердце и пребывает там отныне и вовеки. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит Вас. Возвращайтесь обратно на Свои места.